Может быть, сольюсь, но вот хочу прям сыграть. Ни для кого не секрет, что вначале было слово. Можно, конечно, долго спорить о метафизике этого выражения, что вкладывалось в него, но я точно знаю, что слово без осознания, это, наверное, набор звука. И хорошо, что осознание у нас есть, что мы можем понимать, о чем мы поем. И, в принципе, многие стихи ко мне приходят так, бац, и свалилось, как мешок на голову. Но здесь вот почему-то, ну, не сами стихи я продумывал, а именно вот эту тему давно, это почему люди занимаются какими-то нехорошими вещами, войнами, какие-то там склоки и прочее. Ну, по-разному, где-то это, конечно, глобально, где-то в семье там поссорились. Мне кажется, на это не надо тратить время. И что самое интересное, вот я долго над этим думал, мне кажется, что все эти чувства, они, к сожалению, беспочвенные, а значит, вообще не имеют смысла. Вот. И почему-то вот у меня образ, что люди, которые ссорятся, воюют, ненавидят друг друга, делают друг другу пакости, они вот по кругу друг за другом бегают, не могут решить. И вот если кто-то один из них остановится, наверное, как бы жить станет лучше. А пока не могут они между собой договориться, к сожалению, не имеют то, что имеют. У меня тоже вот Тимур здесь пел, по-моему, астрономы, да, очень хорошая песня, он тоже там пел вот это. Мир без границ, без рас, очень хорошо. Так, ну все, я буду говорить, буду петь. Сейчас, как-то устроюсь. Так, ну все, я буду говорить. Несмотря на голод, усталость и боль, Провожая закаты, встречая рассвет, Ты преследовал тех, кто идёт за тобой. Ты не слышал их песен, не смотрел их в глаза, Не нюхал их порох, не дёргал затвор. Много услышал, как кто-то когда-то сказал, Они стреляют в спину, стреляют в мор. Для тебя погоня началась в тот же миг. И теперь самый важный вопрос, Пусть и ли я Этот я объявил охоту на них. Или эта охота идёт на тебя. Запах крови, как выспа, гоня с ворум сон, Чувство злобы и страха так схожим порой. Ночь наполнила душу кошмарами снов, Тот, за кем они шли, стоит за спиной. С цели мыслью они не обожатся спать, А значит, известен и твой приговор. Не пытаются слушать, не стремятся понять, А стреляют в спину, стреляют в упор. И для них погоня началась в тот же миг. И теперь самый важный вопрос бытия, А то ты след след убегаешь от них. Или по пятнам бегут они от тебя. Всё ж неравные схватки сведёт вас судьба. Избежать не удастся крови и слёз. Кто охотился, кто от кого убегал? Без ответа останется этот вопрос. Кто охотился, кто от кого убегал? И зачем вы восприняли это всерьёз? АПЛОДИСМЕНТЫ еще одна песня или или две тогда вопреки сложившимся сегодня традициями совсем старую кстати ее наверное вообще я вообще мало кто слышал но это если вообще никто не слушал она была написана 10 11 назад когда я еще учился военном институте вот у нас была такая группа мы делали настоящий антеграунд она так казалось потому что мы шли против волны вот там ансамбль виа там такой-то понет запрягайте хлопцы коню мы выходили и делали все наоборот там я не знаю какой-то рок-н-ролл вот и эта песня она была задумана мы ее там репетировали с ребятами но как-то она так и не получилось им вот говорят рукописи не горят не совсем это так у меня из моего прошлого творчества вот осталось только это одна песня вот как-то она мне тут вспомнилась не так давно что она старая новая хотя принципе ничего не поменялось вот называется на 10 тысяч лет сначала называл 6 тысяч дней мне помогал 17 лет был потом 7000 дней но я же это да потом я думаю я думаю так я же это не смогу так долго это допускай будет сразу 10 тысяч лет и все вот и со мной товарищ сидит который проходил со мной все эти огонь и воду и медные трупы и такая песня немножко может юношеской максималистической но каждый был могут я думаю все поймут Я вчера открыл дорогу бесконечность, Но немного немал, всего лишь закат. Я так долго хотел поверить в беспечность, И десять тысяч лет я живу наугад. И кто-то очень умный снова скажет, Что дураку, как прежде, все одно. И смысл морали мне, конечно, важен, Но я смысл над тем, что не смешно. Но я смысл над тем, что не смешно. Я сегодня на ладони держу сотни миров, Но немного немал, всего лишь эту ночь. Я так долго и ярко жжу среди снов, И десять тысяч лет мне не могут помочь. И кто-то очень умный снова скажет, Что спроса нет обычно с дураком. И смысл морали мне, конечно, важен, Но плачу над смешными я, как всегда. Но плачу над смешными я, как всегда. А завтра я увижу уходящую вечность, Но немного немал, всего лишь рассвет. Я так долго искал на земле безупречность, За десять тысяч лет совершенного нет. И кто-то очень умный снова скажет, Что в жизни в дураку всегда везет. И смысл морали мне, конечно, важен, Но смех сквозь слезы снова разберет, Но смех сквозь слезы снова разберет. И кто-то очень умный снова скажет, Закон не писан вовсе дураку. И смысл морали мне, конечно, важен, Но не пойму все это мне к чему. Но не пойму все это мне к чему. Спасибо. Так, Алексей, Мишин. Забыл, кто... Да, наверное, Сергей Павлович. Правильно. Сейчас. А потом, наверное, у нас Виктория Стролта. Богдан. Да. allows по всему Павловичу. Виктория Стролова Пред soi, 2 przed 7 сез fails. Продолжение следует...